Продолжаем программу «Не спящий». У нас сегодня театральный выпуск во многом. 19 января на основной сцене Малого драматического театра, Театра Европы, премьера спектакля «Где нет зимы». Режиссер Яна Тумина, неоднократная гость разных наших проектов, в том числе и программы «Не спящий». Спектакль по одноименной книге Дины Сабитовой. История взросления двух детей, брата и сестры, они остались без родителей и семейной поддержки. И вот через судьбу своих героев писатель и режиссер говорят со зрителем на важнейшие темы, тема одиночества детей в современном мире, их беззащитность и сиротство. Подробности в сюжете Олеси Пушкиной. «Где нет зимы» — первая театральная постановка текста Дины Сабитовой, номинанта на литературную шведскую премию имени Астрид Лингрен, автора книг для детей и взрослых на очень сложные темы — сиротство, усыновление приемных семей. Одна из книг Сабитовой сказки про Марту включает в себя послесловие психолога для приемных родителей. «Где нет зимы» — дебют режиссера Яны Туминой на основной сцене малого драматического театра и один из немногих спектаклей в театральном Петербурге, адресованных подростковому зрителю. Я не ходила по магазинам и не искала какую-то специально современную детскую прозу. Об этом упомянула моя ученица. Сказала, что она прочла такую замечательную книгу, и она преподает у подростков. И вот ей кажется, что это такой вот материал потрясающий для постановки, но очень тяжело его сделать в театре. И когда Лев Абрамович Додин предложил выбрать материал для постановки, я решила, что стоит прочесть, что же это за книга такая, что такое современная детская проза, которую сложно поставить, которая вот такая проникновенная. И я не ошиблась. У меня прямо вот как любовь с первого взгляда. Это произведение Сабитовой, конечно, оно меня покорило. И вот с первых же трех страниц я поняла, что это абсолютно мое, очень мне созвучно, очень мне интересно. Я понимала, что это огромный объем литературный, что для однооктовки без антракта это будет, конечно, очень большая работа, чтобы это превратить в другое произведение, в инсценировку. И, естественно, если бы Лев Абрамович решил, что это не подходит для МДТ, мы бы, например, там из списка выбрали какое-то другое название. Ну, здорово, что случился вот этот взаимный контакт. Главные герои книги и спектакля – восьмилетняя Гуль и тринадцатилетний Паша. Их пропавшая мама, умершая бабушка, кукла-лялька, дымовой, центр временного содержания детей с железными кроватями, приемная мама и дом, придуманный сценографом Эмилем Капелюшем с балками крыши, которые приходят в движение и легко превращаются в крылья птиц, оберегающих Пашу и Гуль. Ну, там понятно, что речь идет о том, что есть дом старый, в котором живут современные люди. И этот дом, он с историей, дом с биографией какой-то определенной, и у него есть, ну, такое значение вот в этом материале, как будто бы это действующее лицо, как будто это живое существо какое-то. В книге есть персонажи, которые разговаривают, хотя в жизни эти персонажи не могли бы разговаривать. Ну, мы же, когда видим какой-то предмет, иногда мы к нему обращаемся так, как будто он живой. Ну, знаете, вот знаменитый есть монолог в Чеховском вишневом саде, когда говорит человек пожилой, говорит со шкафом, да, он к нему обращается так, как будто бы это живое существо. Вот в книге есть тоже персонажи, которые начинают разговаривать, и это не люди. Это ключ к пониманию этого материала, что кроме такого мира обычного существует еще мир необычный, мир фантазии и мир за гранью простых физических явлений. Людям хорошо, когда они уходят, но совсем с ними бывает именно то, во что они верят. А там может быть все. Хочешь, будет север, хочешь, будут пеленовые аллери, хочешь, будут камушки и песок на прогретом солнцем берегу. Мир фантазии и мир реальности смешиваются, плавно перетекают друг в друга. Но кукла-лялька в исполнении Марии Никифорова или домовой Аристарх Модестович Михаил Самочка в спектакле реален больше, чем холодный бестелесный голос воспитателя из детского приемника. Мир, созданный Яной Туминой на сцене МДТ, похож на сказку со счастливым финалом, сказку, в которой можно оказаться здесь, в стенах именно этого театра на улице Рубинштейна, как будто игнорирующего современную повестку с ее иммерсивностью, интерактивностью, личным опытом и другими веяниями новой сцены. Вот иногда смотрю на такой холст и начинает стучать сердце. Он мне кажется окном в другой мир. Я представляю, что могу разбежаться и прыгнуть туда, а там... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова